Артикли 6 А в немецком возможных вариаций использования артиклей целых 32 Ну так вот, вы наверняка много раз слышали страшное и малопонятное слово «артикль» на уроках английского Но так и не разобрались, зачем эти самые артикли нужны Прежде всего, у русского человека возникает вопрос Зачем они вообще, если мы их не используем в русском и отлично справляемся без них? Многие даже думают, что можно вполне себе прожить без артиклей и перестают их использовать совсем Ну, прежде всего, это достаточно глупо Все равно, что начать, к примеру, игнорировать женский или мужской род в русском языке Говоря «Какой красивый у тебя машина!» В английском языке нет родов, потому нам не нужно учить десятки окончанию слов Спасибо за это! Зато есть артикли, которые позволяют англоговорящим людям лучше понимать, чего вы от них хотите Итак, сегодня мы рассмотрим базовые случаи использования самого простого артикля в английском языке Он традиционно вводит в предложение новую, ранее неизвестную информацию И используется только перед предметами Он указывает на то, что предмет один Получается, что для того, чтобы сказать «У меня есть кошка» вам потребуется артикль «А» Используя артикль в этом предложении, вы рассказываете о чем-то новом и даете понять, что у вас имеется только один подобный предмет Если же кошек у вас, к примеру, две, артикль становится не нужен Встречается этот артикль в двух видах «А» и «Ан» Как выбрать? Перед согласными звуками типа «Д», «Т», «Ф» и другими мы произносим «А» А перед гласными «А», «Е», «И», «О», «Ю» «Ан» Важно понять это с самого начала Нас интересуют именно звуки, а не буквы, как многих учили в школе Например, слово «Ауэр» начинается с согласной буквы «Айдж», но она не произносится, потому нам нужен артикль «Ан», а не «А» А вот слово «Ярд», «Двор», начинается с гласного, но звук «Е», «Ярд», согласный, потому мы говорим «А Ярд» Придумано это для нашего с вами удобства Согласитесь, несколько затруднительно говорить «А Эппл» или «А Элефант» Язык словно спотыкается в таких случаях и ни о каком быстром темпе речи говорить не приходится Переходим к самым банальным и базовым конструкциям, в которых этот артикль встречается Самое первое из них – это когда вы даете чему-либо определение, говорите, что, чем является Может быть, вы рассказываете о своей новой работе или объясняете кому-то значение слова Другие примеры Обратите внимание, первое слово в них тоже употребляется с «А» Просто потому, что это новая информация о предметах Мы хотим рассказать кому-то, чем является тот или иной предмет, о котором мы до этого не упоминали Еще одна часто употребляемая конструкция с «А» – это описательный оборот «there is» И это очень логично, потому что он всегда вводит новую информацию о чем-то Об особенностях употребления этой конструкции вы можете узнать, посмотрев наше видео Ссылку вы видите на экране Движемся дальше Следующий типичный случай употребления артикля «А» – это «Конструкция у меня есть» Информация в таком предложении, как правило, тоже новая, потому требует «А» Обратите внимание, нетипичное русское «Есть у меня один друг» Нет, «I have a friend», что для англоговорящего человека уже значит «один» Еще одна конструкция, которая, как правило, требует «А» – это фраза «Я вижу» Все эти конструкции, как я уже говорила, самые простые Конечно же, артикль «А» используется гораздо чаще Но я постоянно сталкиваюсь с ситуацией, в которой русские студенты с неплохим уровнем языка Зная множество слов, каких-то грамматических правил Продолжают совершать одни и те же ошибки, базовые ошибки Как избавиться от этой проблемы? Я советую вам выписывать новые слова уже с артикля То есть вместо «castle» заносить словарь «a castle» Это выработает у вас полезную привычку И помните, что сказать лишний артикль гораздо лучше, чем вообще ничего не сказать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!